КОНЕЦ И когда мы рассуждаем, мы смотрим, что апостол Павел все свои мысли, все свои направления говорят о том, что все мы, наш дух, наша душа и наше тело принадлежит Господу, и мы с вами являемся храмом Божьим, и Дух Святой живет в нас. И когда мы смотрим на те истины, о которых апостол Павел говорит, мы видим, что они актуальны, актуальны для нас, актуальны сейчас, в настоящее время, в нашей стране, в наших обстоятельствах, они были актуальны в то время, для церкви в Коринфе, но они актуальны и сейчас для нас. Актуальны потому, что грех, он остается грехом. Потому что, как сатана преподносит этот грех, его принципы могут меняться, но суть греха, суть ветхого человека, она остается. И когда мы с вами рассуждаем об этом, апостол Павел на протяжении всего своего послания старается поставить эти границы. Мы с вами говорили и рассуждали о том, что и в то время, и в настоящее время, наверное, еще больше, эти границы, они размываются. Не видно этих точных, конкретных границ, где можно, где нельзя, где Божье, где не Божье, где правильно, где неправильно. Все становится относительным. И я думаю, вам приходилось говорить с людьми, которые говорят, что вот истина, как таковая она относительная. У тебя своя истина, у тебя своя правда, у меня своя правда, но мы понимаем, что Слово Божие, оно является единственной истиной. Слово Твое есть истина. И каждый раз, когда мы прибегаем к этому Слову, когда мы вникаем, когда мы рассуждаем, мы находим уроки для себя. Мы с вами последние несколько раз начали рассуждать о 10 главе, первом послании к Коринфянам. И перед тем, как мы дальше начнем рассуждать, такое вот напоминание, напоминание для всех нас. Это не проповедь. Сергей Петрович сказал, что сегодня у нас разбор. Поэтому мы вместе с вами разбираем, делимся теми мыслями, когда мы читаем, когда мы вникаем. Какие мысли есть, какие рассуждения есть, какие вопросы есть. Будем делиться, будем вникать, будем рассуждать об этом, чтобы это действительно был разбор, чтобы это не было таким вот словом, когда один человек говорит постоянно. Когда мы с вами подходим к 10 главе, апостол Павел приводит пример израильского народа. Братьям и сестрам в Коринфе он показывает и говорит на тех конкретных примерах, на конкретной истории израильского народа, и говорит, вот Бог особенно благословлял израильтян. И он приводит пять конкретных особых благословений, которыми Бог посетил свой народ. Бог вывел его из Египта, из рабства египетского, вывел необыкновенно. Мы с вами рассуждали, что это было не просто так вот очередное восстание какое-то. Бог вывел свой народ, Бог наказал египтян, Бог наказал весь народ. Бог проводил свой народ израильский по пустыне, проводил и вел его, и показывал в столпе огненном и облачном, Бог вел этот народ. Бог благословлял их тем, что море раступилось, что они прошли по суше, через море прошли, как по суше. Бог благословил этим. Бог благословил тем, что он посылал манну, посылал пищу, и они не имели недостатка в хлебе. Они могли идти, собирать, сколько кому необходимо было, могли употреблять это. Бог благословлял водой, водой из скалы. И все эти особенные благословения, которые они переживали, которые они видели, которые они чувствовали. Но апостол Павел, как бы подводя итог этому, он говорит, что хотя все они видели, ели, чувствовали, испытывали эти благословения на себе, но он говорит, не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Апостол Павел говорит, что даже через все эти благословения, многие из них, почти все, погибли в пустыне. Почему так произошло? Когда мы с вами рассуждаем об этом, мы с вами дальше находим, что апостол Павел говорит, с одной стороны, о пяти благословений, которые были, но с другой стороны, он показывает пять конкретных грехов, пять конкретных отступлений от Бога, которые израильтяне пережили, которые они делали. И когда мы рассуждаем, когда мы смотрим на историю израильского народа, апостол Павел говорит уже вот в конце, в 12 стихе или в 11 стихе, он говорит о том, что это были образы для нас. И тогда, когда мы с вами рассуждаем об этом правильно и хорошо, когда мы будем брать для себя определенные уроки, определенные примеры, чтобы это не было просто какой-то историей, которая произошла когда-то, которая произошла вот с тем народом при тех-то обстоятельствах, но чтобы мы брали какие-то уроки для себя. Апостол Павел говорит, и мы с вами будем дальше рассуждать, но он говорит, кто думает, что он стоит, берегись, берегись, чтобы не упасть. И вот апостол Павел говорит о конкретных грехах, отступлениях, которые израильский народ испытал, которые они сделали. И мы с вами говорили в прошлый раз о похоти. Мы с вами говорили о том, что израильтяне проявили эту похоть, хотели мяса. Похоть – это сильное желание. И мы с вами читали это место, когда к Моисею приходили, я понимаю, приходили взрослые мужчины, мужи приходили, и они плакали. Говорили, дай нам мясо. Мы так мясо хотим. И Бог наказывал. Бог посылал разные казни за это, разные наказания за это. Мы с вами говорили об идолопоклонстве, о том, что народ израильский вместе с Аароном сделали идола, и говорили, вот это тот Бог, который вывел нас. И мы говорили об опасности, об опасности, которая может постерегать нас, живущих в 21 веке, сегодня, здесь, в Америке, опасность того, что мы можем иметь идола в своей жизни. И этим идолом может быть кто-нибудь или что-нибудь. Тогда, когда мы поклоняемся, когда мы уделяем больше времени, чем Богу, когда мы ставим его на первое место в своей жизни, это становится идолом нашим. Это могут быть наши дети, наша жена, наш муж. Это могут быть деньги, наша работа. Это может быть какой-то кумир, спортсмен или вообще спорт. И мы должны проверять себя, проверять, что у нас стоит на первом месте. Тогда, когда мы здесь, в собрании, о чем мы рассуждаем? Тогда, когда мы дома, о чем мы рассуждаем? Тогда, когда у нас есть свободное время или когда мы заняты, о чем мы рассуждаем? И если мы сделаем самим себе список за день, за неделю, за месяц, то, что у нас будет стоять на первом месте, это и есть то, что самое важное в нашей жизни. Дальше мы с вами будем рассуждать сегодня о следующих трех грехах, конкретных грехах, которые израильтяне сделали, когда и апостол Павел проводит пример здесь, в первом послании к Коринфянам. Давайте прочитаем 10 главу, начиная с 8 стиха до 12. Глава 12. Апостол Павел, продолжая свою мысль о том, что израильтяне делали, как они поступали, он говорит о том, что третий грех, который они совершили, было блудодеяние. Давайте с вами прочитаем то, о чем говорил здесь или вкратце описывает апостол Павел. Числа 25 глава, давайте прочитаем сначала. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Валфи-гору. И воспламенился гнев Господин на Израиля, и сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа, и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Валфи-гору. И дальше мы с вами читаем. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Вот конкретный случай в жизни народа израильского. И апостол Павел говорит, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. Когда мы с вами смотрим вот на этот отрывок, мы с вами видим, что здесь было физическое блудодеяние. И когда мы видим это, это было то, против чего Господь говорил. То, что Господь говорил, нельзя было делать. Когда мы с вами читаем несколько глав до этого, мы видим, что по научению Валаама начало происходить это смешание. Для того, чтобы отвратить благословение Божье. Валаам научил Валаака, и после этого это начало происходить. И когда мы видим о том, что происходило, Бог начал это поражение. Когда мы смотрим о том, насколько актуально это в настоящее время, мы видим, что это действительно больше и больше становится актуальным. И этот блуд, он проникает. Проникает через компьютер, проникает через телевизор, через фильмы, через журналы. И для того, чтобы увидеть это, для того, чтобы контролировать это, человек должен контролировать самого себя. Вы помните, мы с вами говорили, апостол Павел в конце 9 главы говорит о том, что я сам порабощаю тело свое. Я сам ставлю себе границы. Я сам контролирую себя, что можно, что нельзя. Я приношу это Богу, я смотрю, я стараюсь быть осторожным. И мы много уже слышали, братья до этого говорили, вот в предыдущих главах, о том, насколько это важно. Сегодня я бы хотел, может быть, немножко больше обратить внимание на духовный блуд. Когда мы читаем с вами это место, мы с вами читали о том, что прилепился Израиль к Валфигору. Важность этого слова или этого текста говорит о духовном блуде, тогда, когда мы прилепляемся к чему-то, к какому-то идолу. И оно, может быть, имеет нечто общее с идолопоклонством, о чем мы с вами говорили. Но больше и больше, особенно в настоящее время, в последнее время, мы видим, что происходит. И духовный блуд всегда подразумевается с этим словом смешание. Когда происходит это смешание, мы с вами говорили о том, что границы эти размыты и происходит смешание. И то, о чем Валаам учил Валака, это больше и больше становится реальностью в настоящее время. Когда происходит смешание святого и несвятого, Божьего с мирским, и когда не видно, где вот конкретно, как поставить эти границы, где поставить эти границы. Когда мы с вами рассуждаем об этом, тогда и рассуждаем конкретно вот об этом случае, тогда возникает вопрос, как? Как это происходит, что человек, казалось бы, верующий человек, который должен знать Бога, почему он так часто уходит от Бога? Почему так часто начинает неправильно размышлять, неправильно мыслить? Почему у него что-то происходит в сознании, когда он неправильно рассуждать начинает? Апостол Павел говорит, и мы с вами читаем, «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И это касается и физического блуда, еще больше касается духовного блуда или смешания. Тогда, когда человек не старается или не заботится иметь Бога в разуме, тогда у него что-то происходит, приоритеты меняются, тогда в его сознании происходит что-то, тогда его ценности меняются, тогда он начинает мыслить по-другому. И тогда говоришь с таким человеком, он говорит и рассуждает, и по-настоящему понимает, что то, что он делает, это нормально, но у него что-то меняется. И это происходит тогда, когда человек не заботится иметь Бога в разуме. О чем здесь апостол Павел говорит? Когда мы стараемся или заботимся о том, чтобы иметь Бога в разуме, мы рассуждаем об этом, мы думаем о Боге, мы рассуждаем, мы с вами говорим о том, кого мы ставим на первое место, того мы и являемся рабами, кому мы служим, кому мы большее время отдаем, того мы и рабы. Или мы служим Богу, или мы служим кому-то или чему-то другому. Когда мы стараемся иметь Бога в разуме, тогда Бог дает свою благодать. Бог посылает правильное рассуждение для того, чтобы мы правильно мыслили, правильно рассуждали. Когда мы говорим о духовном блуде, когда мы говорим о смешании, мы должны понимать, что за всем этим и за физическим блудом также стоит Дух, определенный Дух. Мы должны понимать, что это не просто вот какая-то похоть человеческая или желание человеческое, но мы должны понимать, что за всем этим стоит Дух. Пророк Осия в 4 главе и в 5 главе, смотрите, какие места он говорит, Осия 4, 12. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего». Мы должны понимать, что за любым, и мы дальше будем с вами рассуждать, дальше в этой 10 главе, но мы должны понимать, что за всяким действием стоит Дух, и есть определенный Дух блуда. Здесь Бог говорит через Пророка, что народ мой вопрошает дерево, и жест дает ему ответ, почему? Потому что Дух блуда ввел их в заблуждение. То, о чем мы с вами говорили. Когда человек не старается иметь Бога в разуме, тогда он попадается, и тогда вводят в заблуждение. Смотрите, 5 глава, 4 стих этого же Пророка. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо Дух блуда внутри их, и Господа они не познали». Важность того, о чем здесь говорит апостол Павел, чтобы, и он говорит, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И мы должны для себя брать этот важный момент, должны понимать о том, что в нашей жизни не должно происходить это смешание, что мы, как священники, которых Бог поставил, и мы с вами говорили о том, что мы являемся царями и священниками, мы должны научиться отделять святое от несвятого, грешное от чистого, от святого. Мы должны научиться это отделять. Мы никогда не должны как-то смешивать это и считать, что это нормально. Немножко того, немножко того, и так пойдет. Это неправильно. Бог говорит о том, что блудодеяние, особенно духовное блудодеяние, оно карается Богом. И Бог за это наказывал свой народ и наказывал сильно. Многие из них, как мы с вами рассуждали и говорили, погибли в пустыне. Следующий момент. Апостол Павел, 9 стих, говорит, «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Следующий грех, следующее отступление, о котором апостол Павел здесь говорит, это сомнение или малодушие. Когда мы посмотрим именно вот на это сомнение, на малодушие, и начнем сравнивать, может быть, с идолопоклонством, с идолами, с блудодеянием, мы, может быть, скажем, ну, может быть, это и не самое страшное. Но апостол Павел говорит о том, что за это израильтяне погибли, погибли от змей. Давайте с вами прочитаем числа, 21 глава, несколько стихов. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушевствовать народ в пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народов из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисея о народе, «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот такая история. Если мы с вами читали предыдущий стих, мы с вами читали о том, что погибло 24 тысячи. Здесь мы с вами читаем, что за грех сомнения, за малодушие, мы с вами читали, что умерло множество народа. Бог смотрит на это, смотрит на то, с каким сердцем человек подходит. Мы с вами видим, что вот и шел израильский народ и стал малодушествовать. То есть было время, когда народ израильский говорил, что да, будем идти за Богом. И, видимо, было время, когда эти люди и шли, но потом, видимо, устали, начал малодушествовать. Не было постоянного мнения. Начали возникать сомнения. Начали возникать моменты, когда народ стал говорить, вот ничего здесь нет, зачем вы нас вывели из Египта? Я не знаю, насколько они осознавали это, насколько они действительно думали то, то, что они говорили или хотели, чтобы оно так вот вышло через слова. Действительно ли они понимали, вот зачем? Как можно было так говорить? Зачем вы вывели нас из Египта? Но это звучало. И Бог рассудил это, как малодушество. Бог рассудил это, и за это начал умирать народ. Когда мы с вами смотрим на этот пример, мы Богу не говорим такие слова. Мы Богу не говорим, зачем ты нас спас, зачем ты его, сына своего послал. Мы, конечно, не говорим такое. Но когда мы с вами смотрим, иногда, возможно, постигают такие моменты, когда мы сомневаемся, когда мы малодушествуем. И вот эти вот моменты в жизни случаются, тогда, когда сомнения нас постигают. Когда мы думаем о том, что действительно ли Бог меня еще любит, действительно ли Бог меня спас, действительно ли я имею спасение, и тогда нам нужно обращаться в Слово Божье. Тогда мы должны проверять себя и смотреть, что Слово Божье говорит на этот момент. Когда нас постигает или когда в жизни происходит это малодушие, когда нет постоянства, тогда, когда один момент мы идем за Богом, а другой момент, мы другой день или другой месяц сворачиваем как-то, идем своим путем. Бог говорит о важности, о том, чтобы не было малодушия. Но здесь есть еще один момент. Когда мы с вами смотрим и рассуждаем над этим, когда мы проверяем свою жизнь, малодушие может показываться в жизни нашей тогда, когда мы стараемся угодить. Стараемся угодить и тем, и другим. Стараемся угодить и Богу, и людям. Стараемся поддерживать оба мнения. Иногда говорят, вот и вашим, и нашим. И это малодушие, непостоянство. Когда у человека не хватает сил и воли на основании Слова Божьего сказать то или другое. Когда мы с вами смотрим Иаков в первой главе, 6-8 стих, смотрите, он говорит о важности. О важности, чтобы человек не имел этого сомнения. Он говорит, да не просит, но да просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой, развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Тогда, когда нет мнения. Тогда, когда человек малодушествует. Когда он сомневается. Когда в нем нет твердого основания. И твердое основание происходит только тогда, когда мы вникаем в Слово Божие. И когда Иисус Христос является нашим основанием. Иисус Христос в 9 главе Евангелия от Луки в 62 стихе. Он говорит, никто, возложивший руку свою на плуг и раздирающийся назад, неблагонадежен. Неблагонадежен для Царствия Божьего. И это слово неблагонадежен. В оригинале говорит, непригоден. Непригоден для Царствия Божьего. Всякий человек, который имеет это малодушие, который имеет сомнения, он непригоден для Царствия Божьего. Так говорит Господь. Когда мы с вами посмотрим следующий стих, 10 стих, апостол Павел здесь говорит еще об одном грехе. О грехе, который действительно, если мы посмотрим на историю израильского народа, происходил часто. Очень часто был этот ропот. Апостол Павел говорит, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Пятый грех. Отступление от Господа. Ропот или мятежный дух. Давайте прочитаем несколько стихов числа, 16 глава, 41 стиха. На другой день все общество сынов Израилевых возраптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ, народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скиньи собрания. И вот облако покрыло ее, явилась слава Господня. И пришел Моисея и Аарон в скиньи собрания. И сказал Господь Моисею, говоря, «Отторгнитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисея Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их». Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. «И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение, и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Много мыслей, много примеров. Пример служителям, что необходимо делать, как поступил Аарон, как поступил Моисей, когда заступились за народ, когда встали между мертвыми и живыми, когда увидели это время, когда необходимо это было сделать. Пример для каждого из нас. Мы видим, что народ израильский роптал. Роптал. И Господь, особенно через пророка из Икииля, называет этот народ, который имел этот мятежный дух. Дух мятежа. Постоянно не был доволен. Постоянно роптал на Бога. Не было лука, не было чеснока, не было рыбы. Вот негодная пища, которую ты нам даешь в манне. Народ постоянно роптал. Да, это было с ними. Что происходит с нами? Как у нас в жизни получается? Как часто мы выражаем свое недовольство? Недовольство в том, что происходит в нашей жизни. Здесь интересный момент мы с вами прочитали о том, что в предыдущем, в числах, в 21 главе, когда мы читали, Моисей говорит, что вы ропщите не на меня, не на Аарона, на Господа. Момент и истина заключаются в том, что когда мы высказываем свое недовольство, мы должны понимать, что это мы говорим не человеку. Мы это говорим Господу. Потому что все, что происходит в нашей жизни, Бог контролирует. И все, что Он посылает, это от Него. И тогда, когда мы выражаем свое недовольство, мы имеем этот мятежный дух против Господа. Муж приходит домой, смотрит, открывает холодильник, полный холодильник, кастрюли, все наварено, и вот чем-то не угодил или не угодила жена. И вот он начинает роптать, начинает ворчать, выражает недовольство. Жена может тоже выражать недовольство. У кого-то лучше, у кого-то больше, у кого-то лучшие машины, дом. В церкви мы можем выражать недовольствие. Вот опять вышел проповедник, опять затянет, опять у него скучные проповеди. И это тогда, когда мы ропщим, когда мы выражаем свое недовольство. И это недовольство не пастырю, это недовольство не человеку. Мы выражаем недовольство Богу, потому что мы понимаем, что мы Его, и вся церковь Его. И тогда, когда мы выражаем свое недовольство в этом, тогда мы ропщим на Бога. И Бог послал истребителя, который истреблял народ израильский за то, что они роптали. Я не говорю о том, что человек не должен как-то подсказывать, человек не должен как-то говорить это все на своем месте. Но тогда, когда мы выражаем недовольство, тогда, когда мы бунтуем, тогда, когда мы стараемся говорить, вот я не знаю, как правильно, но все не так, это ропот. Ропот на Господа. И Бог наказывает за это. Апостол Павел, подводя итог тому, о чем он говорил, он говорил о том, что все, что происходило с ними, с израильским народом, это были образы. Образы для нас, достигших последних веков. Образы, которые мы должны вникать, читать, рассуждать. Но мы также должны брать для себя определенные примеры, что мы должны делать, что мы не должны делать. И истина Библии заключается в том, что Дух Святой Бог показывает не только мужей верой, не только тех, которые ходили перед Ним, которые побеждали, но Он показывает реальности. Реальности израильского народа в данном случае, о том, что происходило с ними, о том, как Бог их вел, как Бог благословлял, и в то же самое время, как они не слушались Бога, как они прогневляли Бога, что они делали. И какой результат произошел. Мы с вами рассуждаем, и мы с вами говорим о том, что мы все идем в небесную страну. Все мы идем в небо. И когда мы с вами по этой дороге идем, встречаются разные ситуации, разные искушения, разные испытания. И мы с вами должны правильно понимать и правильно подходить, и подготавливать себя, и мы должны ставить себе определенные рамки. Вся эта 10 глава и конец 9 главы говорит о том, что мы должны ставить себе границы. Мы должны находить эти границы, и мы должны ставить самому себе. Никто, кроме меня самого, не поставит для меня эти границы. Это не сможет сделать мой отец. Да, может быть, до определенного времени это не сделает пастырь, потому что он со мной непостоянно. Я сам должен для себя определить, что я буду делать, что я не буду делать. На основании Слова Божьего. И тогда, когда я буду это делать, Бог будет давать благодать свою. Тогда, когда мы будем ставить эти границы на основании Слова Божьего, тогда у нас не будет этого смешания. Тогда у нас не будет идолопоклонства. Тогда мы будем ходить перед Богом, тогда мы будем стараться угождать Богу. Апостол Павел говорит, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И здесь есть еще одна истина. Апостол Павел говорит, что когда мы идем по этой дороге в небо, мы должны быть осторожными, мы должны берегтись. Мы не должны как-то уповать на себя и быть такими вот расхоложенными. Мы должны берегтись, мы должны быть осторожными. И все Слово Божье, все предупреждения, когда мы смотрим, особенно в Новом Завете, Слово Божье много раз предупреждает, берегитесь, будьте осторожны, смотрите, внимательны будьте. И наша задача быть внимательными, наша задача быть осторожными. Когда мы с вами читаем два места в книге «Притч», которые говорят об одном и том же. «Благоразумные видят беду и укрываются, а неопытные идут вперед и наказываются». Когда я размышлял об этом, когда мы говорим о том, чтобы мы были аккуратными, чтобы мы были осторожными, чтобы когда человек внимательно подходит, вот если вы когда-то ехали ночью по дороге, которую вы не знаете, вы всматриваетесь в знаки, вы всматриваетесь в дорогу, что вы проехали, какие знаки, где поворот, где опасность. Вы очень внимательны к дороге, очень внимательны к тем окружениям, которые вас окружают. То же самое и на этой дороге в небо. Мы должны быть осторожными, мы должны смотреть, смотреть внимательно, чтобы нам не уйти ни вправо, ни влево. Опасность заключается в том, что человек может уйти в крайность. Может уйти в крайность или вправо, или влево. Тогда, когда он может идти за миром, или тогда, когда он может считать, что все, я вот должен быть один, я должен сам, больше никого нету, один я остался, и это тоже крайность. Мы должны, смотря в Слово Божие, идти за Христом, по тем следам, которые Он оставил. Вся эта десятая глава говорит нам о том, чтобы мы были внимательными, и чтобы мы сами себя контролировали. Чтобы сами себе ставили такие вот границы. И эти границы начинаются с малого. Мы как-то с вами слушали, слышали эту проповедь, которая говорила о благочестивом характере. И если вы помните, этот благочестивый характер начинается с того, что мы просто-напросто встаем вовремя, что мы ставим себе задачу прочитать Слово Божье, помолиться. И тогда, когда мы будем это делать, когда мы будем пролагать усилия, Бог будет давать свою благодать. Сам человек никогда не сможет это сделать. Сколько бы человек ни говорил, вот я сам, я это сделаю, потому что я такой сильный, у меня такой характер, сила воли. Человек не сможет это сделать. Но необходимо, чтобы человек пролагал усилия, для того, чтобы Божья благодать умножалась, чтобы Божья благодать действовала. Благослови нас, Господь, чтобы мы, смотря на пример израильского народа, чтобы мы были осторожными, чтобы мы смотрели, посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И сатана старается всячески, всяческими обстоятельствами, всяческими приманками сделать так, чтобы мы упали. И наша задача – стоять, стоять в Слове Божьем. Когда мы будем стоять в Слове Божьем, тогда Бог будет с нами. Но если даже и случается так, что мы падаем, нам необходимо идти, идти к Господу, просить прощения, не ожесточать сердца свои. Одна из проблем, которая была у израильтян – они ожесточали сердца свои. Тогда, когда пророки говорили, тогда, когда Бог говорил, они говорили – не пойдем, не сделаем. Наша задача – иметь это мягкое сердце, приходить к Богу, проверять себя. И тогда, когда в жизни что-то случается, кается, мы с вами принимали участие в Вечере Господней, и мы имеем кровь. Кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Тогда, когда мы приходим, когда мы исповедуемся. Поэтому благослови нас, Господь, брать для себя примеры и из этого послания брать то, что мы можем употребить в жизни нашей. У каждого человека своя жизнь, но те моменты, о которых мы здесь читаем, я думаю, они каждого из нас касаются. И каждому из нас нужно проверить, есть ли у нас похоть, есть ли у нас идолы, есть ли у нас происходит ли это смешание, как насчет сомнения в нашей жизни, как насчет ропота. И если это есть, мы должны все это представить Богу, рассказать, раскаяться. И тогда Бог даст благодать, и тогда Бог помилует нас. Благослови нас в этом, Господь. Давайте склонимся и помолимся Богу. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok